Новости из Северной Кореи, которая встревожила мировое сообщество. Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Специалисты сразу нескольких стран ночью зафиксировали на территории КНДР землетрясение, которое, как полагают, носило техногенный характер. Но действительно ли было испытано термоядерное оружие? Если да, то что дальше? Подробности у Павла Матвеева. О том, что у КНДР появилась водородная бомба, еще в декабре объявил лидер страны Ким Чен Ын. Посещая очередной оружейный завод, он заметил свою независимость и национальное достоинство. Северная Корея может защищать мощью ядерных и водородных бомб. То, что говорят в Пхеньяне, мир давно привык делить на 20, поскольку правдой это оказывается не всегда. Но вот прошел месяц, и диктор северокорейского ЦТ появилась на экранах с восторженным сообщением. Сегодня в 10 часов утра Северная Корея успешно провела первое испытание водородной бомбы. Как ответственная ядерная держава, мы не будем применять такое оружие первыми и используем его только для защиты своего суверенитета. Мы не откажемся от развития нашей ядерной программы до тех пор, пока Соединенные Штаты проводят в отношении к НДР порочную враждебную политику. Сразу же, естественно, сполошились соседи северокорейцев Япония и Корея Южная. Первое, что нужно было выяснить, опять-таки, насколько достоверна информация сейсмологи зафиксировали в районе предполагаемых испытаний землетрясения, которого, по всем их расчетам, не должно было быть. По данным Японского метеорологического агентства, это землетрясение неестественного происхождения. Основываясь на предыдущих случаях подобного рода, мы можем допустить, что Северная Корея действительно провела испытания. Мы соберем экстренное заседание правительства для обсуждения этого вопроса. Другой вопрос, что именно взорвали корейцы. Ядерные испытания они в последние годы проводили трижды. В 2006, 2009 и 2013, всякий раз попадая под новые санкции ООН. Но одно дело развитие ядерных бомб, другое появление термоядерных, а не же водородные. У многих экспертов насчет последнего все же есть сомнения. Я могу из опыта своей работы предполагать, что все-таки это был ядерный обычный взрыв, так называемым термоядерным усилением. Когда взрыв атомной бомбы привозит к сжатию некоего количества легких веществ, а именно трижды, с выделением термоядерной энергии. Но это не полномасштабная бомба. И у меня вообще тихое подозрение. Все, что взрывают корейцы, это не бомбы, а устройства. С другой стороны, если это ядерный взрыв, то должен повыситься радиационный фон. А этого не зафиксировали ни у нас на Дальнем Востоке, ни в соседних странах. Взрыв в связи с испытанием водородной бомбы, который был осуществлен на территории КНДР, никак не повлиял на радиационную обстановку в Приморье. Сейчас радиационный фон остается стабильным и находится в пределах нормы. Но что бы это ни было, это в любом случае очень плохо. Такова консолидированная позиция всего мирового сообщества. Редко по какому случаю мир бывает столь единодушен. Резко осудил испытания даже китайчьи, связи с пьиньяном традиционно тесны. Что уж говорить о тех, кого к друзьям КНДР отнести сложно. Ядерная программа Северной Кореи может нарушить стабильность во всем регионе и привести к серьезным последствиям для окружающей среды. Сейчас наше правительство должно принять решительные меры против дальнейших провокаций со стороны КНДР и сотрудничать с международным сообществом для того, чтобы эта страна ответила за свои ядерные испытания. Не исключено, что на экстренное заседание по корейскому вопросу в ближайшие часы соберется Совет Безопасности ООН. Возможно, северокорейцев ждут новые санкции. Ну а остальные, может быть, все-таки узнают точно, что же там взорвал Ким Чен Ин. Павел Матвеев, Григорий Емельянов, Первый канал.